Но это называется, как по-русски, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, да? Ну, так скажем, по-мягкому. Но не может быть так, чтобы и карьер работал, и кадры здесь были, и экологию сохранить. Чтобы это сделать, надо сюда вкладывать половину тех доходов. Вот сейчас Амини выступал, он сказал, вот с этого здесь полмиллиарда вы взяли прибыли, да? Он так озвучивал. Но, извините, здесь вот на этой фигне полмиллиардами не пахнет. По крайней мере, что видит от этого Баймак? Вот я сейчас вот, по-вашему этому, вы платите около 900 тысяч, это налогов в год. Это в год. Если поделить, да, на все, на все эти дни, да, это, извините, нашу-то налычку гадят за 2000 рублей в день? Это так получается. За 2000, за около 3000 они имеют право гадить, они имеют право вот здесь перегородить, выкачивать отсюда все. Мы здесь остаемся без ничего. А еще сейчас предлагают то, что давайте, говорит, согласимся, да давайте согласимся. Вот, вот мое мнение такое, да, согласимся. Вот пускай вот это все, все эту, все эту гадость сначала переработает, а потом берутся за новое. Пусть переработают. Санация это медицинский термин, это значит очистка, оздоровление организма. Где тут очистка, где тут оздоровление организма? Если наша земля это организм, да, то этот организм, он весь в гнойных нарывах. Где эта санация? Этой санации нет. Санация. Вот я разговаривал со специалистом. Он говорит, нет такой технологии, чтобы с этих, с хвостохранилищ сделать санацию. Нет. Потому что эти все реагенты, химия, вот эти тяжелые металлы, когда вот в этом году она лежит, это другая консистенция. На следующий год полежит, другая температура, другие условия, это совсем другие реагенты. Нет такой технологии санации, чтобы извлечь каждый металл оттуда отдельно. Ее просто нет. А деньги выделяются, как я понимаю. Тогда где деньги? Извините, даже если здесь сюда будут потекут миллиарды, но извините. Я вот лично, и вот я думаю, все вы, нет таких денег, чтобы мы платили за это здоровьем наших детей. Нет таких денег. Я не хотел выходить, говорить, у меня голос постоянно срывается. Но по-другому никак. Потому что, смотрите, вот тоналычка. Вот они ее запрудили. Нарушаются все природоохранные эти. Нарушается водоохранная зона. Тоналычка, да. У нас в этом году лебеди прилетели. Все красиво, все хорошо. Но рыба-то дохнет. Если бы не наши чайки с наших свалок. Сейчас бы тоналычка вся была бы в этой рыбе. Вот такая рыба, мы с Рифагаем ездили, снимали. Она каждый день всплывает, каждый день ее чайки клюют. Ай, типа ничего не происходит. Баймак спит. Как это так? Спит баймак. Здесь должен быть, по крайней мере, полбаймака. А что здесь такое? Вот мы ездили в Объелилово, Объелильдарь, да. По крайней мере, дружней. Я больше не буду вот так в грудь стучать, что я баймакский, если здесь половина баймака не будет стоять. Уят, сыноват! Верных, оплава! Наша тоналычка, наше озеро Толкас, она в былинах воспетое. Это наше природное наследие, наше достояние. И мы ее за деньги должны продать, да ни за что на свете. Я здесь помру, но этого не будет. Если будет только через мой труп, по крайней мере, через мой. Но я здесь не один. Пусть это слышат и знают. Вот, смотрите, как получается. История, она всегда повторяется. Всегда были наши башкирские восстания, в которых участвовали казаки. Мы всегда боку оба отбили врага. Я не предлагаю, я и вчера Вовзелилова сказал, не предлагаю какое-то вооруженное это. У нас есть конституционные права, у нас есть право на жизнь. У нас сказано в конституции, народ, власть, много чего даже в новой конституции с поправками принято. Мы должны научить чиновников жить по конституции, жить по законам Российской Федерации. То, что мы здесь сидим, вот Иль Сурагай сказал, говорит, если я в маске приду, меня не узнают. Да так ты вообще не приходи, чтобы тебя не узнали. И приходи туда, если боишься. Правильно, нечего ходить. Да, здесь истинные сыны и дочери своей земли, которые хотят сохранить нашу природу. Я сейчас разглагольствую, может быть, но это душа говорит. Мы как в Питере, блин, все красиво, все хорошо. Люди приезжают, говорят, у вас лебеди, у вас пруд посреди баймака. Все это красиво. Но когда эти все фекальные воды, извините, говно, когда течет в эту тоналычку, ну как можно этим гордиться? Она годами туда стекает. Новые очистные сооружения запущены, якобы отрапортовали. Да, стоят красивые здания. Мы несколько раз снимали, мы посылали в прокуратуру. А у нас система какая? Послали туда, отписались ниже, отписались ниже, отписались в баймак. В баймак пришло по 500 рублей по одной статье, это водоканалу и там администрации города, и по другой статье еще тысячу рублей. По полторы тысячи рублей штрафу. Из-за того, что все какашки стекают туда в тоналык. А это питьевая вода. И мало того, что вот эта вся гадость от этих золотарей текет туда. Все фекальные воды туда текут. Потом поливаются сады, а там содержание ртути, той же самой, все это зашкаливает. В 95-м году водопровод, который лежит и питает весь этот Семеновск, попала ртуть. Люди воду пили с ртутью. И эти организации, которые пришли, они должны были сделать санацию, сделать рекультивацию и закрыть эти рудники. Но это же жадность. Увидели, что есть золото, есть медь, есть цинк. Надо разрабатывать. На нашем здоровье хотят это заработать. Сейчас воды не будет хватать им. Не будет им хватать. Но кроме Семеновска, там еще есть другие предприятия, которые в скважины закачивают вот этот хлор. Хлор разъедает все это, выкачивает и получает эту суспензию, откуда вот это золото добывают. Это куда опаснее даже этого, вот этой ООО Семеновска. У нас экологическая катастрофа. В тысячу раз превышение. В тысячи. Это сверхэкологическая катастрофа. Нам надо жить на этой земле. Нам именно надо жить, а не существовать. Нам надо объединяться. Обзелилов-то приехали нас поддержать. Сибайлар, это же касается вас. Вот проблема Обзелилова, это напрямую проблема Сибая. Потому что река Большой, Малый, Кизил берут начало там, где собираются строить ГОК. Большой Кизил питает Магнитогорск. С Малого Кизила вода текет в Сибай. Наоборот, Малого Кизила. Неважно, короче, эти две реки питают эти два города. В общем, без воды будет сидеть два города. Это же опасно. Мы здесь как в пустыне будем. Вы посмотрите, как это вот... Вот мы поехали вчера в Обзелилово. Там, извините, я говорил, что они живут в раю. Вот посмотрите, у нас под ногами все желтое. Ни дождей, нифига ничего. Потому что как? Там у них воды, реки все сохраненные. У нас даже с Тоналычки сейчас уже по росе не пройдешь. Роса, ты ж моя, юг, роса. Куда она делась? Все высыхает. Извините, воду притягивает вода. Но когда вот такое хамское обращение к природе, к воде, все нарушается, все сохнет, это невозможно. Давайте вместе бороться с этим. Все. Благодарю.